Да, играл в хоккей на протяжении пяти лет, и потом вернулся в Ладу, да, я учусь, на тренера. Да и так и не скажешь, наверное, блондинки. Выиграть, наверное, чемпионат мира, чемпионат Европы, вот этого хотелось бы, что все, жизнь закончена или не закончена, остальное как-то неинтересно становится, что произошло со мной. Да, играл в хоккей, полтора года играл. Не знаю, во дворе играл в футбол, отец увидел, сказал, давай футбол попробуем, мне вроде тоже понравилось. И вот так, сначала пошел в Коноплево, там поиграл полгода, и там массово отчисляли, ну, как обычно. В академиях происходит, быстро отчисляют, кто не подходит, отчисляют, и пошел в Тольятинскую ладу футбольную. И там играл на протяжении пяти лет, потом вернулся в Коноплево, там поиграл два с половиной года до выпуска, и в восемнадцать лет, да, выпустился. И потом вернулся в Ладу, в Тольятинскую, поиграл полгода, и попал в Урал-2. Ну, и там уже Урал, и далее, что произошло со мной. Да я маленький еще был, так еще, ну, не понимал, что как. Да нет, не разозлило, спокойно отнеслись. Помню, там постоянно отчисляли, и дети стояли, плакали, что все, ну, жизнь закончена, не закончена. Там было нам лет по восемь, по девять, еще столько всего впереди, а там уже плакали, расстраивались, что все. Ну, и родители также уже все, ну, не знали, куда идти, потому что одна академия, ну, такая высококлассная была в те годы, но кто-то шел в Ладу, кто-то нет. Выбирали свой путь дальше. Прям профессии, да я всегда относился профессионально. Всегда нравился футбол, учился, ну, в школе имею в виду, так. Но всегда думал о футболе только, что вот футбол, футбол, и дальше получится все. Даже как-то, ну, не загадывал, что будет впереди, просто, ну, нравилось, играл. Тебе было замечательно, что был футбол? Ну, думаю, да. Но это тоже зависит от человека, как больше к этому тянется, стремится, чтобы вот учиться. Я думаю, время можно найти, но все равно, если ты уже вот попал в такую колею профессионала, в профессиональную футбольную жизнь, то надо уже соблюдать там все, вот режим, там питание, все, надо профессионально относиться. И уже остальное как-то неинтересно становится. Ну, учился до третьего класса, наверное, как обычно. Все отвечают на пятерки, а потом уже четверки, тройки, да, уже похуже. И уже как-то забивал на школу, можно сказать. Любимые, нелюбимые преднеты? Любимые? Нелюбимые химия, наверное, вообще химия. Плохо. Узнал математика, наверное. Общество знания, может, нравилось. Ну, как нравилось, просто интересовался. Ну, то есть, больше такого было не дарило? Ну, да, наверное. Общество знания, оно и в жизни поможет в каких-то моментах. Ну, и математика также. Да, любой врач, предмет в жизни поможет. Да, я учусь. А где ты? Урал ГУФК в Екатеринбурге. На тренера. На тренера. Я в детстве нападающим был, центральным. И, наверное, недолго был год. И вот, когда в Толятинскую ладу попал, центральным защитником тренера поставил. И вот на протяжении, кольки, наверное, девяти, наверное, лет центральным защитником играю. Играл счастливо в защите полугода, наверное. Ну, пытался. По детству тоже. Но с ростом решил, что центральным защитником он всегда выше всех был. Центральным защитником поставили. И вот так вот до сих пор играю. Комфортно, нравится. Да, постоянно. Постоянно. Вот раньше в поездах не помещался на кровать. Ну, самолет, да. Ноги всегда мешают лететь. Постоянно нагибаюсь уже привычка. Нагибаться, чтобы не удариться в каркас дверной. Ну, были уроки. Извлек. На кровати помещаешь? Да. Хорошие, большие кровати. Ну, вот Барселона нравилась. Тикитака, когда касание, два, все быстро происходит. Такой футбол нравится. Надо не бояться играть. Не бояться ошибиться. У нас с детства всегда так было, что подальше от ворот. Ну, чтобы не ошибиться. Чтобы результат был. Вот за границей люди играют. И, ну, плевать на результат. В маленьком возрасте стараются больше детям дать свободы на поле действия. Итак. Ну, наверное, в 2018 году, когда Испанию по пенальти обыграли. Вот этот момент запомнился больше всего, я думаю. Где смотрел? Дома. С родителями. Ну, с отцом, наверное. Кричал, поддерживал? Да, такой прям... Таких эмоций не было, что прям поддерживал, кричал, но болел. Вы бы тоже поградите, да? Да. За счет характера, наверное. Выйти, не бояться. И все получится, я думаю. Вы не любите воротового взрослого? Ну, это спонтанно так произошло. Думал, может, раньше выйду. Ну, туры на два, может. Ну, как-то быстро все произошло, даже не понял. Ну, не знаю, как сказать даже. Ну, иногда, может быть, где-то. Обидно бывает, что не так ценят защиту, как атаку. Там, оборона очень важна в команде. Да, любая позиция важна. Нет, стараюсь не думать об этом просто. Не, ну, конечно, в голове понимаешь, что последний, но если ты будешь об этом думать, то тогда точно допустишь ошибку. Да, по-разному. Тренировка заканчивается. Мы можем там сходить с парнями с командой покушать, пообедать спокойно там. Потом выйти погулять, в кино сходить. Можем пойти в Counter-Strike поиграть, не знаю. Слежу за киберспортом. Counter-Strike, Dota. Вот смотрел финалы, может, слышал. Да, вы себя сперёвали? Ну да, и это по доте, а вот Counter-Strike недавно выиграли. Вот мы на сборах были. И Na'Vi выиграли. Там миллион долларов выиграли вроде. Ты сам прохаживаешь? Ну, да, неплохо. Чуть выше среднего, думаю, уровня. Наверное, нет жанров. Какой посоветуют, наверное, знакомый, тот посмотрю. Нет любимого жанра. Ты в последнем посмотрел или зашло? Ну, Interstellar, наверное, смотрел. Понравился. Долго идёт, правда, но того стоило. Сериалы? Нет, сериалы не смотрю вообще. Ну, смотрел «Игру в кальмара» вот один месяц назад. И я так вообще сериалы не смотрю. Какое впечатление оставило в фильме «Игра в кальмара»? Ну, думал, получше будет, если честно, поинтересней. Какое впечатление, ты не поддержал? Ну, так, нет, не очень. Музыка, да, тоже разная. Услышу, понравится, добавлю в себя в плейлист и буду слушать. Ну, нет такого определённого жанра. 5-6 песен, что вы сейчас? Можно хоть исполнить, нет? Ну, Кезаро, новый альбом вышел. Пару песен нравится. Так, в основном, Трэвис Скотт, ну, «Заграничный», «Скриптонит» и по-разному. Ну, в детстве, да, с родителями путешествовали. Сейчас, в последнее время, нет, наверное, последние года три. Мало куда летал. На Кипр, наверное, в Турцию. Ну, Арабские Эмираты, ну, вот с командой. А так, ну, мало путешествовал. Ну, повторюсь, с родителями в детстве летали. Там, Швейцария, Франция, Италия. Так получалось. Ну, не знаю, ну, в Испании, наверное. Может, Бразилия. В Рио-де-Жанерно побывать. Ну, не скажу, что все я один. По-разному, там, банальное, наверное, спагетти с курицей. И овощи, и все. Ну, такое. Ну, и бульон, там, куриний. Так что, было много, да? Нет, наверное. Ну, не скажу, что много уделяю, но бывает, захожу, обновляю ленту. Вот так, с фотографий мало добавляю. Не знаю, как-то. Не хочу просто. Так, да, много. Ну, YouTube тот же самый. Посмотреть, зайти, ролики. Вот, вечером делать нечего. Зайти, посмотреть. Надо подумать. Подумать. Даже не знаю, что придумать. Подушку, наверное. Именно вещи, да? Там, друзей, родителей. Одному скучно будет. Ну, нож. Подушку, наверное, вычеркну. Такая. Ну, конечно. Что необходимо еще? Ну, вещи, я не знаю. Чтобы не холодно было. Ну, конечно. Кроссовки. Простой. Добрый. И... Сильно эмоциональный, наверное, у человека. А тебя можно вывести себя? Легко ли тебя вывести себя? Можно вывести себя. Что-то вывести себя вывести? Да, я не знаю. Ну, так, если в бытовой жизни, я думаю, что-то, может, не понравится и могу вообще спокойно завестись сразу. Могу там дверьми похлопать, что-нибудь побить. Когда буду падать, я не знаю. Ну, выиграть, наверное, чемпионат мира с Россией. Чемпионат Европы. Вот этого хотелось бы. Как вы украинские эмоции? Докумирам не было. Он нравится сейчас, кто играет. Пике, наверное, лучшие годы. Варан сейчас. Так, в принципе, больше нет никого. Давай, блиц. Барселона или Риал? Барселона. Роналду или Мэйси? Мэйси. Урал-1 или Урал-2? Урал-1. Макароны или Картошка. Макароны. Асмирон или Скриптонит? Скриптонит. Блондинки или Брюнет? Блондинки, наверное. Давай нормально ответь. Да так и не скажешь. Наверное, блондинки. 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 Блондинки.